К 2030 году в мире появятся 85% новых профессий. По оценкам экспертов, многие специальности станут невостребованными или попросту исчезнут. Эти процессы необратимы и связаны с глобальной цифровизацией. Готовы ли казахстанские вузы к новым реалиям и почему в стране уже сейчас не хватает IT-специалистов, выясняла Индира Тегжанова. Более 18 тысяч специалистов в сфере информационных технологий ежегодно выпускают казахстанские вузы и колледжи. Спрос на программистов, 3D-аниматоров, системных администраторов сегодня высокий. Поэтому число грантов на IT-профессии с года в год увеличивается. Но все ли выпускники готовы конкурировать на рынке труда? Канату Кельдебекову профильное образование в классическом его понимании не понадобилось. Получив в руки диплом менеджера по туризму, он понял, что интересует его в жизни совсем не это. Программирование осваивал САЗОВ благодаря специальной литературе и ускоренным курсам. Говорит, что процесс обучения здесь может быть бесконечным. У нас проблема образования, то, что у нас программы не меняются годами, может быть десятилетиями, а в IT это как бы недопустимо. Здесь перемены происходят чуть ли не ежемесячно, то есть что-то новое, постоянно что-то появляется, какие-то тренды. И то, что, например, ты знал полгода назад, это уже не работает. И поэтому нужно постоянно учиться. То есть если ты не держишь руку на пульсе, то можно, получается, отстать от этого всего. Таких специалистов, как Канат, в Казахстане немало. Но проблема в том, что лучшие из них, набравшись опыта, решают покинуть страну. По словам предпринимателя, причина кроется в том, что отечественные компании в борьбе за умы просто не могут конкурировать с иностранами, которые делают такие предложения, от которых молодым людям сложно отказаться. Программисты, они все везде одинаковые. То есть если человек, который в Америке пишет код, который в Казахстане, они на одном языке разговаривают, они друг другу понимают, они делают одну и ту же работу. То есть просто в Казахстане за это можно максимум получить 2-3 тысячи долларов в месяц, то в Америке там в год можно миллион заработать. И там эти компании, они делают все, чтобы удержать работника, сделать все условия, чтобы он работал, чтобы он перешел туда. То есть они хантят. Уезжать из страны наш герой пока не намерен. Вместе с другом они реализуют проект в рамках концепции Smart City. Но такие планы, увы, не у всех. По данным комитета по статистике, только за полгода из страны выехало более 17 тысяч человек. Большая часть из них – работоспособные граждане с высшим или среднеспециальным образованием, зачастую технического профиля.